ВЕРОНИКИ МАТРЁНИНОЙ В свой первый букет из овощей и фруктов Вероника собрала три года назад. Теперь их количество приближается к тысяче. Пытливый ум, творческая ожилка, стремления к прекрасному помогают ей создавать шедевры из простых ингредиентов – картофеля, капусты, грибов. Вероника считает это делом своей жизни и планирует развивать съедобную флористику не только в Чувашии, но и далеко за ее пределами. Вот такая овощная флористика появилась относительно недавно. И, мне кажется, самый основной ее плюс в том, что подарок получается универсальным. То есть ты подарил букет, человек, которому ты подарил, он полюбовался, посмотрел на него и потом его съел. То есть два в одном получается? Да. То есть и красота, и потом можно съесть. Используют фрукты и овощи. Начали недавно делать из раков, из колбас, из сыров, из конфет. Все, что съедобно, все пускают вход. И киндеры, и шоколадки. Мы сегодня какой букет будем собирать? Мы сегодня будем собирать овощной букет, из которого потом можно приготовить или борщ, или рагу. Ну, все, что душе угодно. Для этого у нас потребуется картофель, свекла, хвостики даже мы вот такие оставим, они очень интересно будут смотреться в букете. Перчики, брокколи. Так, у нас тут два вида лука. Я пока не знаю, какой нам больше в букет подойдет, но это все по ходу. Красный или обычный репчатый, чеснок, шампиньоны. И вот потом зелень будет, лаврушка, такие соцветия укропа, ну и даже такие есть. Чтобы овощи оставались съедобными в букете, мы будем нанизывать их вот на такие вот деревянные шпажки. То есть это не склеивается букет, он там не соединяется какими-то скрепками. Все вот на шпажках и обматывается скотчем, получается, соединяет. Безопасно и экологически чисто. Да. Что нам понадобится из инструментов? Это вот такой вот секатор, ножик, маленький скотч, большой скотч, тейп-лента, упаковочная бумага. Она же пергаментная бумага, что тоже делает наш подарок универсальным, наш букет. Шпагат, масло оливковое, ватные диски и ножницы. Чтобы наши корнеплоды блестели, мы их просто натрем маслом оливковым. Вероника, почему вот из сотен разных занятий ты выбрала именно флористику? Ну, я вообще очень увлекающийся человек. Все, что мне интересно, я хочу попробовать. И вот съедобная флористика, она меня так затянула. Наверное, своей такой универсальностью, необычностью. И я первая в Чувашии, кто появился с такими букетами. То есть мне было интересно попробовать вообще, пойдет ли у нас, не пойдет, как в других крупных городах, в Москве, в Питере. Оказалось, что для наших людей это тоже актуально. И букеты приняли на ура. Ну, еда, она вообще всегда актуальна. Ну, да, с этого, если начать. Свой самый первый заказ я попробовала собрать, даже помню, дату 15 ноября 2015 года. И выложила в группе, где у меня знакомые девчонки были. И они такие, ну, ура, приняли. О, клево. Только овощной я бы не очень, как бы мне... Я бы обиделась, если бы увидела овощной букет. Например, в подарок от супруга. И, ну, идею я подхватила уже. То есть, раз такая реакция, в принципе, положительная тогда была, я решила попробовать собрать еще чайный букет потом уже. У меня там в составе был имбид, лимон, яблоки, рябина, фишки. Такой новогодний он был. И мой самый первый заказ. Я в один день делала сразу два букета. Когда мы их отвозили супругам, заказчикам, то меня так трясло. Я бы сказала супругу, что ты пойдешь их отдавать, я не пойду. Вот. Но, в принципе, людям понравилось. Потом были положительные отзывы. И я решила, что да, все, стартует мой проект. И я буду этим заниматься. Как твой букет оказался у Елены Летучей? Что за история? О том, что приезжает Елена Летучая, я узнала, наверное, может быть, за месяц, за два, как должна она была приехать. Это как раз был 2016 год. И я только начала создавать такие букеты. И мне очень хотелось, чтобы мой букет оказался у звезды. Тем более такого уровня. Делала чайную ложку с логотипом Ревизора. Мне очень хотелось сделать чайный букет, но именно, чтобы логотип там тоже присутствовал. И пришла такая идея. Помимо лимона и имбиря в составе, чтобы была ложка и вот сам рецепт. И с тех пор пошли вот мои букеты уже с рецептами. И самое неожиданное, что в тот день ей дарили два таких букета, но именно мой она с собой забрала в Москву. И даже выложила у себя в профиль Инстаграм. Вероника, а какой букет тебе запомнился больше всего? Вот, может быть, какой-то там ингредиент был необычный, который ты искала неделю и нашла в каком-нибудь необычном месте? У меня каждый букет со своей историей, но вот несколько историй, которые, наверное, связаны именно с длительностью по изготовлению букета. Я один букет делала часов 8-9. Это не считая закупки еще фруктов и овощей. А все почему? А все потому, что я решила сделать букет, на котором сидит дымовенок. А игрушки у меня не было. И я решила его шить сама по мастер-классу. Бессонная ночь была моя. Какие секреты есть, которые, может быть, глазу не видно, а они есть в создании букета? Может быть, чтобы овощи дольше не портились, ты чем-то их брызгаешь или, не знаю, там, внутрь что-то еще добавляешь? Ну, кто-то говорит, что овощи не надо мыть перед тем, как собирать букет, потому что они испортятся быстро. Но я не люблю работать с грязными продуктами, и поэтому я их мою, вытираю полотенцем и уже потом начинаю сборку. Я ничем их не обрабатываю. Единственное, что это мы корнеплоды мажем сверху оливковым маслом, чтобы они у нас блестели. Ты говоришь, что много всего попробовала в плане творчества. Вот в чем ты еще себя успела проявить? Может быть, какие-то проекты были интересные? Ну, вообще, я, как сказать, я загораюсь, но иногда дело не довожу до конца. И когда я супругу сказала, что я буду делать букеты из овощей и фруктов, он сказал, «Угу, конечно, тебя надолго не хватит». Как оказалось, он ошибался, и моему проекту будет уже скоро три года. Чем я пыталась заняться? Я хотела заняться песчаной анимацией. У меня даже есть до сих пор песчаный столик. Но как-то у меня это не пошло. В данный момент мне еще интересно заниматься тортами. Но не обычными, а расписанными сверху мастихином. Я рисовала портрет Ван Гога, «Звездная ночь», портрет девушки. Еще у меня был торт с китом. Пока вот, в принципе, все. Больше увлекает все же овощная и фруктовая флористика тебя? Да, у меня очень много нереализованных идей, которые я хочу попробовать. Но пока еще не встретила такого заказчика. То есть мне очень хочется сделать букет в стиле «Снежной королевы». Возможно, он будет из белого лука состоять, цветной капусты, какие-то легкие такие сухоцветы. Была еще идея вырастить кристаллы из сахара, чтобы они тоже дополняли этот букет. Хочется попробовать букет в стиле Гарри Поттера. Я уже представляю его таким, что сам букет находится в шапке, которая говорила, в какую школу они отправятся. И сверху уже какие-то такие волшебные палочки, может быть, даже съедобные из мастики. Какие-то, может быть, необычные фрукты, редкие для нашего региона. Ты довольно серьезно этим увлеклась. Как считаешь, дальнейшую свою жизнь ты можешь с этим делом связать? И во что оно может потом преобразоваться? В данный момент мне уже хочется быть в качестве учителя. То есть я самоучка всему, что я научилась. Я хочу поделиться с другими людьми. То есть я хочу, чтобы у меня была своя онлайн-школа, где люди даже не из нашего города могли бы научиться съедобной флористике. Ты представляешь себя, вот, допустим, бабушкой с 75 лет? Собирающей букет. Да, с овощами, которые выращены на собственной даче. Там какой-то магазинчик. Вот как ты это все видишь? Ну, вот давай в далекое будущее прям заглянем. В далекое будущее? Я все-таки надеюсь, что у меня будут мастерские по разным городам России. В перспективе. И да, возможно, это просто мне интересно будет придумывать что-то новое. Сейчас мы с моей мамой посадили на грядках кукурузу, но она не желтого цвета, а цветная. И в будущем хочу попробовать собрать из нее букет. Идея создания красивых съедобных композиций из овощей и фруктов не нова. Английский журналист Джордж Салла еще в 19 веке так описывал утонченную лондонскую домуправительницу. Уверенной рукой она могла набрать овощный букет из моркови, репы и пастернака для гарнира. С 20 века в разных странах предпринимались попытки использования овощных букетов для пропагандирования здорового образа жизни. В современной России овощные букеты стали набирать популярность с 2014 года. Петербурженка Анна Назарова создала свой бизнес из первоапрельской шутки. С первым своим букетом из редиских цветов она пришла на день рождения подруги. Букеты из шампиньонов, баклажанов и чеснока оказались очень востребованы. Сейчас любимое дело приносит основательница съедобного бренда многомиллионную прибыль. Мы подготовили наши составляющие букета. То есть все у нас нанизано на шпажки. Лаврушку накрутили на тейп-ленту. Сейчас мы берем скотч и начинаем собирать наш букет. Вероника, перечисли несколько интересных фактов об овощной флористике. Девушка, которая первая начала делать букеты в России съедобные и теперь уже во всем мире, она проводила очень интересные опыты над готовыми букетами. Например, она взяла овощной букет готовый и окунула его в кипящее раскаленное подсолнечное масло, предварительно его полив кляром. И все это в прямом эфире в инстаграм. Очень интересно было наблюдать, что же получится в итоге. И так же она собирала букет с закрытыми глазами, тоже в прямом эфире в инстаграме. Даже собрала два букета за эфир. Я свой самый первый букет собрала и оставила его, наверное, у меня месяц стоял просто в вазе. Такий эксперимент, что же будет с овощами. Брокколи засохло, картошка пустила глазки, она, видимо, ждала уже весны посадки. Грибы я периодически меняла на новые. Чеснок зацвел, пустил маленькие отростки зеленые. Для меня важно, чтобы гладкое было рядом с фактурной какой-то составляющей букета, чтобы цвета чередовались. То есть не в одном месте сейчас у меня будут там картошка-картошка, потом тут перец. Я все смотрю, где мне вот именно хочется, какого цвета добавить. И вот у меня палитра такая из овощей. Вот так вот рождается букет. Ты до конца не знаешь, каким он получится в итоге. Постепенно добавляю что-то. В итоге мы видим конечный результат. Где-то надо играть формами. То есть здесь, в принципе, сейчас все одного размера. Хочется что-то побольше. Картошку. Вероника, вот как ты считаешь, какой он идеальный флорист? Какими качествами он должен обладать, что он должен уметь? Идеальный флорист для меня это флорист, который делает как для самого себя. То есть я не могу добавить в букет какие-то гнилые фрукты. Хотя там бывает, что они могут испортиться со времени покупки. Я бегу за новыми. Который постоянно развивается. Растет, учится чему-то новому. Должен иметь сочетать цвета, формы, чтобы это смотрелось интересно. Ну вот ты себя относишь к идеальному флористу? Мне нравится, что я самоучка. То есть подливый ум. Он дает о себе знать. И интересно наблюдать свой рост. Даже смотря просто фотографии своих первых букетов. И что я делаю сейчас. Большая и колоссальная разница. То есть для меня уже там страшно. Как же я это делала на заказ, этот букет? А в чем там разница? То есть сочетание цветов было не то или по форме? В чем отличие твоего первого, твоих первых букетов от тех, которые ты делаешь сейчас? Например, я очень любила делать букеты с открытыми гранатами. Свои первые гранаты я чистила, наверное, час-полтора. То есть если еще добавить сборку самого букета, это тоже час-полтора у меня выходило на сборку за три. То есть сейчас, если гранат хороший, я могу его почистить за пять минут. Очень много нюансов при выборе граната того же самого. Но меня всегда удивляло, почему, например, зерна именно в том месте, где мне нужно, они помятые. Где открыт вот гранат сам, получается, где видны его зерна, там они такие некрасивые, приходилось чистить новый. Я поняла, почему. Потому что при покупке гранатов я просила продавцов помочь мне выбрать. А они надавливали на эти зерна сверху именно, где мне нужно было. Таня, в принципе, наш пакет уже готов. Остались последние штрихи. Мы его сейчас завернем в упаковку. Такой букет станет отличным подарком для людей, которые ведут здоровый образ жизни. Они для дачников, которые потом будут спрашивать, а где вы купили такую морковку. Дарят фитнес-тренерам, спортсменам, просто любимым и дорогим людям. То есть такой универсальный подарок. Даже можно подарить любимый и сказать, приготовь мне, пожалуйста, из него рогу. Играник, я думаю, у нас напрашивается еще один мастер-класс, наверное, по разбору этого букета и по приготовлению борща. Да, совершенно верно. Надеюсь, зрителям понравился этот мастер-класс. И они проведут ревизию в своих холодильниках и, возможно, сотворят похожую красоту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»